Всем здравствуйте! Вы смотрите интервью дня на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. Можно сказать, без пяти минут сентябрь. На улице заметно похолодало. Это значит, что скоро нас ждет сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ. Когда обычно это происходит? И почему? Мы же вроде все лето запасались витаминами, укрепляли иммунитет, но почему-то каждый раз осенью болеем. На эти и другие вопросы постараемся ответить в ближайшие 10 минут. У нас в гостях Ларионова Евгения Владимировна, врач-терапевт. Евгения Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Вот отмотаем немножко назад. Действительно, летом постоянно на солнце, постоянно заряжаемся фруктами, овощами, ягодами, потребляем витамины. Но как приходит осень, вот эти вот перепады температуры, легкие сквозняки, температура днем тепло, ночью холодно, вечером прохладно и постоянно болеем. Всплески ОРВИ. С чем это связано? Вы уже сами ответили на свой вопрос. Это связано с понижением температуры, да. И всплеск вот этих сезонных, вот именно ОРВИ, они на той сезонной, вот с этим и связан. Понижается температура и начинают циркулировать вирусы, которые являются основным, да, источников вот этих наших респираторных инфекций. Как обезопасить себя? Что делать человеку для того, чтобы, ну вот, так скажем, акклиматизация, вот этот переход был менее болезненный для организма? Ну, конечно, нужно думать об этом сейчас, да. Основная причина всех ОРВИ – это вирусы. Мы никак не можем предотвратить их циркуляцию, да, вот в нашем обществе. Мы сейчас вот запасаемся, да, витаминами, мы стараемся проводить больше времени на свежем воздухе, мы укрепляем свой иммунитет, да, и от этого, возможно, мы потом, может быть, заболеем, но легко заболеем. Ну, в принципе, как бы… Легко – это такая легкая простуда, кашель, насморк. Ну да, легкая простуда. Но в основном большинство же людей так именно болеет. То есть 2-3 дня, и всё, ты здоров, как огурчик. Хотя это вот та же самая инфекция. То есть из таких советов сейчас максимальное количество времени проводить на свежем воздухе, потреблять как можно больше витаминов? Конечно. Ну, вообще, это как бы совет на все времена и сезоны года. Как бы стараться, да, желательно проводить на свежем воздухе. Потому что большинство офисных работников, мы сидим вот в этих помещениях, да, в закрытых там, где нет циркуляции свежего воздуха. Плюс летом под кондиционерами постоянно. Конечно, это тоже имеет большое значение. Поэтому мы сейчас и осенью, и зимой, мы свое свободное время стараемся проводить на свежем воздухе. Потому что это очень много значит, да. То есть иногда даже какая-то небольшая, небольшое недомогание. На работе, на выходных всё проходит, да. Если ты активно, допустим, провёл выходные, да, с пользой, что называется, для своего здоровья, а не просидел опять же в помещении около телевизора, сидя, да, у тебя все органы, там кровь вся стоит, грубо говоря, точнее даже когда ты сидишь, да, нигде ничего не циркулирует. То есть активная, да, вот ходьба, вот прогулка в парке где-то вот с детьми, не знаю, просто там с супругой, с друзьями. Это нужно вот… А сохранить вот это на осень, вы сказали, во все времена всегда. Конечно, конечно. А что по поводу народной медицины? Вот некоторые советуют какие-то травки заваривать, чай с шиповником, чай с мёдом постоянно пить, с лимоном в том числе. Это как-то помогает в осенний период иммунитету или нет? Ну, возможно, если ты где-то продрог на остановке, пришёл и ты выпил горячего чая, ты, возможно, помог своему иммунитету, и у тебя не будет простуды банальной даже, да. Если ты пришёл и быстренько согрелся, да, а не продолжаешь дальше зябнуть и думать, когда это всё пройдёт само по себе. Евгения Владимировна, вот возьмём такие термины, которые наиболее часто встречаются в амбулаторных картах как раз в осенний-весенний период – ОРЗ, ОРВИ. Далеко не все понимают различия. Давайте сейчас объясним, в чём разница. Ну, ОРЗ – острое респираторное заболевание. ОРВИ – острое респираторное вирусное инфекция. В принципе, можно писать в амбулаторных картах и то, и, в общем-то, другое. Это равнозначные термины. Ну, как рекомендует ВОЗ, вроде бы не употреблять эти термины в карточках, а пишем, ну, лучше, когда, сейчас скажу, когда вот ты пишешь, допустим, острый или на фарингит, ну, то есть насморк и горло болит, допустим, или там ларингит, фарингит. Ну, то есть синдромальный, да, такой диагноз. То есть где что болит, вот это вот, в общем-то, и включается в диагноз. А ОРВИ – это, в принципе, равнозначный термин, ну, такое собирательное понятие всех респираторных. Можно, в принципе, там и грипп это тоже является, даже тоже ОРВИ, любое, в принципе, заболевание. Происловие характерные симптомы недомогания, в том числе температура, повышение температуры. И вот сейчас абсолютно все говорят о второй волне, ну, где-то это на уровне слухов, о второй волне, которая как раз ожидается в сентябре, в том числе в сентябре-октябре, с приходом как раз привычных вирусных инфекций для жителей, в том числе Алтайского края, второй волне коронавирусной инфекции. Давайте напомним нашим зрителям симптомы, как различить как раз коронавирус от обычного ОРВИ, в том числе. Ну, коронавирус, ну, вот основной симптом, наверное, если теряется обоняние, да, то есть некоторое полностью отсутствие, да, обоняния, и вкус. Вот как посмотреть, вот я отработала в красной зоне, и поэтому очень много людей прошло. Такой, как бы я сказала, патагномоничный, то есть характерный симптом. И затруднённое дыхание, да, если у вас есть ощущение, вот, что вы не можете дышать, что вам не хватает воздуха, при этом у вас есть температура, да, возможно, нам нужно прямо вот срочно-срочно обращаться и вызывать там или скорую помощь, или доктора на дом. Это вот такое, что очень характерно для коронавируса. Остальные все симптомы, как головная боль, повышение температуры, слабость, недомогание, озноб, ломота в теле. Это характерно и для других инфекций в той же паре, да, то есть сухой кашель вот ещё как характерный. Ну, это да, вот, наверное, вот так вот. Вот скажу по себе, и по многим знакомым, мы привыкли из года в год вот такие лёгкие простуды, которые осенью, переносить на ногах. Какие-то такие минимальные лекарственные средства, там, от горла леденцы какие-то, от температуры сбили протестамолом или какие-то порошки выпили, противогрипповые в том числе. И они как бы держат человека на ногах, поправляешься довольно легко, продолжаешь работать в том числе. Что делать человеку, если у него как раз вот симптомы, которые мы перечислили до этого, ну, так скажем, человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, какая динамика действий у него, что ему нужно сделать? Мы же сказали, что, в общем-то, симптомы как бы схожи, да? И что у вас не коронавирус, вы не можете, да, сказать 100%. Поэтому я считаю, особенно в условиях настоящей эпид-обстановки, если вы почувствовали недомогание, тем более, если есть повышение температуры, то не нужно переносить на ногах. До какого градуса? Потому что, ну, вот есть… Не важно. Не важно. 37, то есть, да, температура выше, то есть она уже выше, да, чем обычно. То есть не так, как у некоторых, либо в месяц, да, уже повышается температура 37. Ну, некоторые говорят, у меня всю жизнь такая. Если вы чувствуете, что у вас такого не было раньше, да, и у вас повышение температуры, слабость, недомогание, пусть просто ломота, да, в теле, голова болит, никто не скажет, что у вас это не коронавирус. Поэтому это совет вести… Лучше сразу обращаться и не заниматься самолечением. Ну, что остаться дома и не идти на работу – это 100%. То есть, да, то есть вы не несёте любую инфекцию, которая у вас есть, вы не несёте в коллектив, то есть вы не заражаете других. Вот человеку, работающему с больничным листом, к примеру, то есть он может вызвать терапевта на дом или скорую помощь в том числе, и то есть уже по факту обращения будет как раз вести больничный лист. Конечно, конечно, да. В принципе, с этим всё просто. Ну и вот как раз вы сказали, один из важных пунктов – это самоизолироваться. Ну да, я считаю, что да. Особенно сейчас, потому что, ну, я считаю, это будет справедливо, и это такая гражданская ответственность, я считаю, особенно сейчас, в настоящее время. Потому что многие страны, они же, у них давно уже такое в практику, да, введено, если ты заболел, то ты не идёшь на рабочий, иначе там на тебя могут даже штрафные санкции, да, наложить. Потому что ОРВИ – это одна из наиболее частых, да, острых заболеваний, которые приводят к нетрудоспособности. Или один человек заболел из коллектива, да, если он пришёл, простите меня, начихал, накашил на всех остальных, пол коллектива ушло домой на больничный лист. То есть ни работодателю, ни государству это невыгодно. Ну и как самому тоже, наверное, будет неприятно, если ты будешь являться источником такой вот неприятности. Но если вот как раз говорить про сезонность заболеваемости, и плюс вот эти советы, когда оставайтесь дома, вызывайте на дом врача, если говорить про медицинское сообщество, они вообще готовы к таким нагрузкам или нет? Насколько это осложняет работу, если берём обычные приёмы в поликлинике или выезд на дом, к примеру, человеку? Ну смотрите, возможно, да, этот больничный будет 3 или 4 дня. То есть вы отлежались, у вас всё прошло, пусть этот будет больничный лист, вы приходите на работу, но вы приходите здоровый. Ежели вы опять точно так же придёте на работу больной, и с этой работы уже уйдёт 10 человек, да, на больничный лист. То есть я считаю, это тоже как факт, да, то есть для того, чтобы соблюдать всё-таки эти правила. А во-вторых, есть инфекции, которые вот, они более контагиозны, да, которые вот, ну коронавирус, ну достаточно тоже вот такой вот, заражаться достаточно легко. Евгения Владимировна, в общем, резюмируя, о сезонности заболеваний, которые как раз там ОРВИ, в том числе вполне возможно вторая волна коронавируса, в принципе, говорить актуально. Всё это ждёт нас с большой долей вероятности в сентябре-октябре в том числе. Всё, к чему мы вас призываем, наших зрителей, это позаботиться о своём иммунитете, позаботиться о своём здоровье, как можно больше витаминов потреблять сейчас, и в сентябре-октябре в том числе, и при первых же симптомах оставаться дома, не распространять инфекцию, и, собственно, в конце интервью. Будьте здоровы, заботитесь о здоровье своём и своих близких. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь-24, оставайтесь с нами.